И всем привет, ребят, с вами Сарбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать и тестировать новое устройство на Скорпиона. Я буквально открыл 4 пятнашки на своем спецаккаунте и уже выбил новое устройство, которое вы видите прямо сейчас на своих экранах. Поэтому давайте посмотрим на него, протестируем его, ну и убедимся в том, жесткое оно, не жесткое, имеет оно смысл в использовании в нашем матчмейкинге, ну и заодно посмотрим, как оно работает. Поджог наносится не только критическими выстрелами с этим Скорпионом, но еще и с как раз таки сводки. Каждый выстрел летит с поджогом, скорее всего сводка будет как у дефолтного Страйкера, говорю, как у дефолтного Скорпиона, соответственно это будет тяжело сделать. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, нравится та скорость, с которой выходят как раз таки обзоры новых устройств, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, ну и подписываться на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Ну а мы уже отправляемся в бой, я надеюсь, что нас сейчас закинет не на самую большую карту, и у нас будет отличная возможность все это дело протестировать. Так, отлично, нас закидывает на простор, простор с точки зрения актуальности карты, наверное, для Скорпиона хорошая вещь. Сводка быстрая довольно таки, поджог сразу первым выстрелом, залетает, неплохо, 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 нужно будет также посмотреть, что у него по урону, с этим устройством что-то меняется у Скорпиона, не меняется. Либо он наносит плюс-минус такой же самый урон, 3900, да, вроде как дефолтные выстрелы такие же самые по урончику. Сводка быстрая и сводка летит через верх с красными выстрелами, но в моем случае она не залетела. Так, но то, что она быстро сводится, это уже не может меня не радовать, попробуем сейчас свестись тогда вот по этому АФКшному молодому человеку, чтобы вообще посмотреть, как это дело работает. Мне очень интересно. Я специально без ДАшки нажал, пожар, о, нифига себе, там фу поджог у молодого человека срабатывает, если я как раз таки даю ему эту уловую сводку. Прикольно, 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 при этом еще недолгая сводочка, но может быть и даже крутая темочка, может быть даже и крутая темочка, если честно. Я думал, что это будет не супер актуальное устройство и в нем особо смысла не будет, но вот сейчас я после таких сводочек на большом расстоянии скажу вам, что возможно как раз таки интересик, интересик может быть, может быть интересик с точки зрения поджога и с точки зрения того, что сейчас иммунитетов, поджога у нас в матчмейкинге нету, это смотрится неплохо. Ну и вот эта вот скорость сводки тоже довольно таки быстрая, плюс это все с поджогом, если не ваншоты, то скорее всего противника дожигает. Прикольно, прикольно, прикольно. Я честно говоря думал, что как раз таки это устройство будет не актуально, оно будет слабое и бессмысленное, но по итогу я вам могу сказать, что в нем как раз таки смысл может быть и может быть неплохой, но вопрос в том, что лучше использовать. Рой все-таки тоже он супер-супер жесткий, да, то есть может быть на больших картах и есть смысл в использовании как раз таки подобных устройств. Но что с точки зрения средних каких-то карт, я думаю, что одна ракета и тройной поджог. Одна ракета залетела по противнику три раза поджога, то есть там при попадании всех ракет максимальная поджигательная способность становится сразу у Скорпиона. Ну это очень круто, это очень круто. Но с точки зрения средних и маленьких карт, все равно рядом с Роем, я думаю, что рядом, ну ни одно устройство даже близко стоять не будет. Рой все равно супер актуален. Ну это, кстати, сейчас посмотрим, если противник двигается, залетает по нему. Ну, практически, практически, это при том, что он уже в среднюю зону передвинулся, у меня все равно практически по нему залетело. Это неплохо, неплохо. Ну и плюс тут я так понимаю, что как раз таки у самого Скорпиона стандартные дефолтные настройки в бою имеются. Да, то есть здесь в этом плане ничего не меняется. Ну и вот, например, давайте попробуем такую сводочку сделать. Но то, что сводится он быстрее, чем дефолтный Скорпион, это точно, мне так кажется. Ну, может быть, это еще, кстати, связано с тем, что я на дефолтном Скорпионе играл только на бомж в своем аккаунте. А там все-таки у меня модификация была супер маленькая. И может быть, так сводится и любое другое устройство. Есть такой вариантик. Но мне лично кажется, что сводка такая, по скорости неплохая. Конечно, рой будет побыстрее, поактивнее в этом плане, но даже с этим устройством можно успевать сводить оппонента. И как раз таки пытаться наносить по нему хорошее количество урончика. Мне здесь тоже неплохая тычка залетела. И вот это тоже неплохой приход, да? Вот так вот бывает иногда залетает. Вот так вот залетает на другую половину карты. Прикольно, прикольно, прикольно. Но, наверное, это не имбовое устройство, да? Я бы сказал. То есть здесь ничего имбового я не вижу. С точки зрения имбовости здесь, наверное, говорить нечего. А так, в принципе, с точки зрения его работы, с точки зрения возможности реализации, как раз таки статус эффекта поджог и игры на большой дистанции, может получиться что-то интересное. Но все равно, если у вас есть устройство Рой на Скорпион, я думаю, что его использовать будет актуальнее, нежели использовать как раз таки это замечательное устройство. Рой за счет своей сводки все равно может дать большее количество прибыли. Как я, в принципе, и говорил перед вчерашним анонсом, я выкатывал пост в телеге, если вдруг кто в телегу, кстати, на телегу не подписан. Все анонсы о стримах и интересная информация по каналу и по игре в целом там тоже появляется. Если не подписаны, можете тоже подписаться. Я вчера как раз таки пост выкатывал, что, скорее всего, ничего супер жесткого в этом устройстве не будет. Ну, по сути, наверное, так все это дело и оказалось. Оно прикольное, поджог хороший, реально хороший, да, я думал, что здесь будет слабый поджог. Но, если учитывать тот факт, что по противнику и так залетает 8, да, или 10 даже, 8 или 10 ракет. Их и так практически всегда будет достаточно для того, чтобы уничтожить противника. Но то, что арканным выстрелом можно еще сверху накинуть поджог, это, конечно, дополнительный приятный бонус, который тоже где-то может зарешать и где-то может дополнительно унести противника. В целом, я думаю, что мы даже этот бой доигрывать не будем. Для меня лично задача была протестировать это устройство и понять, как оно работает. Я думаю, что я с этой задачей справился и могу целиком и полностью сказать, что Рой все равно лучшее устройство на Скорпион на сегодняшний день. Но вот это устройство смотрится как-то, знаете, 50 на 50, да. То есть оно точно будет лучше, чем устройство за кристаллы, которое есть, но оно будет хуже, чем Рой. Поэтому, если у вас вдруг нет Роя, и есть возможность как раз-таки выполнить супермиссионы, получить это устройство и, ну, вдруг оно выпадет, да, и играть на нем, то тогда можете смело его использовать и наслаждаться поджогом пуканов противника, ну, и его уничтожением. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства, поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Также не забывайте о том, что у нас есть тег-создателя контента в настройках игры, в аккаунте, кем мы личные тег-создатели контента, это тег-тимпэ. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и в 20 тысяч танковой на все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.